Мы хотим Сына. Я начал молиться в Духе. Не знаю, о чем я молился, но мой разум сказал, что это просто безумие. Но я все равно молился на языках. А мой разум говорил, что за безумие, все равно же не получится. Но потом, спустя двух минут молитвы в Духе, что-то как бы вышло из меня. Появилась такая мысль, что вот это сработает. Это все сработает. Молитва сработает. Я услышал, как я сам себе говорю, в смысле, как я им говорю, что у вас будет мальчик, но вы должны сделать то, что я вам говорю. Но вы должны это повторять в точности, как я вам скажу. Когда вы придете домой и решите сделать то, что нужно делать для того, чтобы появились дети, пригласите Духа Святого вслух громко в вашу спальню. Попросите, чтобы Он там был. И чтобы Он благословил то, чем вы будете заниматься. И я спросил, будете так сделать это? И они сказали, ну да. И я сказал, ну поздравляю, у вас будет сын. И я себя ненавидел после этого. Я себя ненавидел. Я спросил у себя, да как ты можешь это делать? Ты больше в Измаил не вернешься. Они за тебя убьют. И я не мог дождаться, чтобы оттуда уехать побыстрее. И когда я уже летел в самолете, я сказал, господи, спасибо, что вывел меня из этого места. Но пожалуйста, если ничего не произойдет, пусть они веру не потеряют. Знаете, почему я это рассказал? Потому что я человек. Я на 100% человек. Но 6 месяцев назад, они пригласили меня обратно. И когда они меня написали и попросили приехать снова, я сказал жене, я никуда не еду. Знаешь, что я натворил, когда прошлый раз был там? Я вот сказал вот то и то и то. Но каким-то образом я вернулся туда. Когда они меня встретили в аэропорту, первое, что я спросил, как вот та девушка? Они сказали, ну она на 100 месяце беременности уже. И она родила сына. Но она оставалась, как бы у нее болезнь-то оставалась. Доктор said, you can't have babies. Врачи все так же говорили, что детей у вас быть не может, в принципе. Потому что она пришла с ребенком на руках. И качество семени мужа так и оставалось ниже нуля. Но Бог способен сделать все. Господь это делает время от времени, и говорит при этом, доверяй мне в любой ситуации. Ваши молитвы важны. Чувствуете вы это или нет, Ваши молитвы важны. Библия говорит, что Бог собирает ваши молитвы, и Он слышит их, и они всегда перед Ним. Ваши молитвы значат что-то. Я общался с некоторыми людьми из церкви, которые посещал. Я служил людям. Молился, благословлял. И множество проблем возникало в жизни людей. Я просто молился. И со мной была молитвенная группа. Они тоже пытались молиться за людей. Но большинство хотели, чтобы я помолился за них. Они хотели, чтобы я возложил на них руки. И я понял, что это не от Духа Святого, потому что моя молитвенная команда может делать то же самое. Могут молиться, благословлять. Они могут применять Духа Святого точно так же, как и я. И ты можешь делать то же самое, и просить Духа Святого. И Он слышит Твои молитвы. И ты можешь молиться на языках, и Дух молится идеальной молитвой через Тебя. И разные вещи приходят в действие благодаря Твоей молитве. Тот же самый огонь, который есть в Моем сердце, Ты имеешь. Тот же самый огонь сошел на всех учеников в День Пятидесятницы. Тот же самый огонь в Твоем сердце. Тот же Дух в Тебе. Тот же Дух, который сопровождал Петра, Он с Тобой. Тот же Дух Святой. И моя Библия говорит, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. То, что я читаю в Библии, может произойти и сегодня. Если я доверяю Духу Святому. Если вы доверяете Духу Святому. Вы доверяете Духу Святому. Если вы доверяете, то многое произойдет. То, что невидимо пока. И всегда будут происходить определенные вещи, когда мы молимся. И Яков утверждает это. И он говорит, что молитва праведного, она много в себе несет. Много силы. Поэтому, когда вы молитесь, вы высвобождаете силу. Вы высвобождаете силу. Знаете это? Вы думаете, что, например, правительство имеет власть? Я вам скажу, что та власть, которая в вас, она может изменить даже правительство. Когда вы ее высвобождаете. Она может изменить все. Тот же самый Дух Святой. Нужно просто применять его. И при этом существуют рожденные свыше христиане, которые говорят, что не верят в силу Духа Святого. Не желают его. И не считаю, что он важен. Вы знаете, что они действительно говорят? Они не знают это, но они действительно говорят, что Иисус врет. Но другими словами, они не знают этого, но они говорят, что Иисус врет. Потому что Он сказал, мне нужно уйти, чтобы Дух Святой вернулся. Пришел. А такие люди говорят, нам не нужен Дух Святой. И Иисус говорит, что нет, нужен. И они говорят, нет. Зачем людям воевать с Богом? Зачем? Если Бог мне говорит, что, послушай, есть что-то, я хочу, чтобы Ты это получил, то я скажу, Господи, спасибо, мне это нужно, я возьму. Я возьму это. И просто буду этим пользоваться. Когда я был крещён Духом Святым, я не знал, что я могу молиться на языках. Но я пытался. И я услышал, как кто-то позади меня сказал, этот молодой человек начал говорить на языках. Если есть что-то в Писании, чего вы не имеете, особенно если вы не крещённы Духом Святым, то точно есть что-то для вас. Пусть это изменит вас. Пусть Господь ведёт вас. Дайте Ему всё. Не удерживайте для себя что-то. Он Господь. Он Владыка. Если весь мир рухнет, то Он всё равно будет Богом. Он всё ещё будет всемогущим. Неважно, плохой у меня день сегодня. Он всё равно Господь. Он всё равно будет Хозяином всего. И Дух Святой останется тем, кто Он есть. Неважно, что происходит. Поэтому Бог сказал Моисею, Я есть. И Я есть, и Я с тобой. Я пойду с тобой. О, Моисей подумал. Классно, Бог меня призвал. Он со мной. Я сейчас пойду к фараону. Это будет всё легко. Потому что Дух Святой со мной. Бог всё обеспечит. И я иду с Богом, и фараон просто должен увидеть это. Знаете что? У него очень много проблем из этого было. Не от фараона. Не только от фараона, но и от старейшин Израиля. И его призвали и сказали, перестань ходить к фараону. Потому что у нас и так куча работы, с которой мы не можем справляться. Многие люди читают это в Библии. Они читают, Моисей пошёл однажды к фараону, вернулся. Пошёл снова. Вернулся. Пошёл снова. Вернулся. Как будто бы он бегал туда-сюда. Но когда Моисей отвергнут был впервые, после этого было много дней, когда он искал лицо Божье. Говоря, что Господь, Ты же обещал быть со мной. И Ты сказал, что Я есть, и Я с Тобой. Ты призвал меня, заставил меня идти. И днями он искал Господа, пока Дух Святой ему не говорил, иди снова к фараону. И фараон говорил, что теперь материалы не будем вам доставлять. Идите сами кирпичи себе делайте. И то же самое количество всё равно должны производить. И Моисей был просто обескуражен этим. И я уверен, что он решил идти больше. И израильтяне были рабами. И они говорили, что Моисей, посмотри на нас. У нас нет сил больше. Снова Моисей пошел искать Бога. Это длилось неделю. Что заставляло Моисея, несмотря на якобы такие неудачи, снова и снова ходить к фараону? Это была убежденность в его сердце, что Бог призвал меня. Он убежден был в сердце, что Дух Святой с ним. Без этого убеждения. Многие люди сдадутся. Если вы призваны... Мы часто сдаемся, если что-то не получалось, мы сдаемся и говорим, что не сработало. Но доверие Моисея Богу заставляло его идти снова и снова, пока он не одержал успеха. Об этом доверии я говорил. Доверяйте Господу. Не то, что вы видите, но доверяйте Богу в том, что Он вложил в вас, в вашу жизнь. Это важно. Let's have a break. И теперь первый раз. Субтитры создавал DimaTorzok